От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз ещё вернётся. Здравствуйте, мои дорогие друзья! У меня для вас такая вещь сегодня. Я вообще имею намерение открыть новый раздел в моих плейлистах. Это не новый канал, обращаю ваше внимание ещё раз, это просто новый раздел. Но мой ролик, который я сейчас делаю, будет там самым первым, а развитие этого раздела будет зависеть не от меня, а именно от вас. Мне пришла в голову эта мысль, потому что, ну опять же, из ваших комментариев можно сказать, многие очень делятся такими тревожными мыслями. Так трудно, так трудно нам исполнять терапию Гюрсона. Это просто невозможно, потому что никто ничего такого чистого в округе не продаёт. Но я хотела бы, чтобы в этом разделе мы с вами не сосредотачивались на плаче вселенском, не сосредотачивались на трудностях, а наоборот. Вот смотрели бы на тех людей, которые живут в ваших же странах, в тех же самых стеснённых условиях, но они идут на один или два километра впереди вас. И такие люди есть, и также у меня на канале. Вот я сейчас вам покажу и познакомлю, очень кратенько, конечно, с одним из них. И, возможно, в скорости вы увидите ролик, сделанный и самим этим человеком, который даст больше подробностей, и, я думаю, он тоже будет вдохновляющим для вас. И, конечно, это будет его улыбка для вас, которая осветит ваш день, которая, возможно, подвигнет вас на какие-то действия. И это положительный пример к тому идеалу, которому мы должны стремиться фактически, так ведь, находясь на терапии и также годами после выздоровления. Давайте смотреть, что я имею в виду. Как видите, я собираю посылку одному из моих подписчиков, который живёт в России. Я повторяю, в России, там же, где и вы. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы узнали об этом человеке. Больше, конечно, из его собственного ролика в небольшом будущем, который сделал очень многое для того, чтобы исправить ситуацию, в которой он оказался. Он у меня на канале не новичок, я думаю, где-то около двух лет или чуть больше. И что я вижу в этой коробке и что я для него сделала, это в основном итог того, что он смотрит мои ролики. И он не просто их смотрит, но он старается использовать эту информацию для улучшения своей ситуации. И я начну, наверное, даже не с того, что он попросил меня купить для него, а именно с того факта, что этот человек написал мне на личную электронную почту и прислал даже фото того действия, которое он сделал не так давно, в сентябре. А именно, он переехал из города в деревню. Мы знаем, что переезд в деревню сразу ведет этого человека к исполнению ну, хотя бы трех для начала законов здоровья. А именно, чистый воздух, чистая вода, отсутствие стресса. И то, что лежит у меня в коробке для него, по его просьбе, по его ссылкам, которые он делал, опять же, по моим роликам, заходил на эти веб-сайты, находил те семена экологически чистые, сортовые, которые ему нужны были. Вероятно, многие семена он какие-то нашел в России, в экочистом варианте, поскольку у меня в роликах тоже была подобная информация. А то, что он там не смог найти, он попросил меня купить здесь. Кроме того, вы видите здесь мельничку для перемолки еды. И насчет мельнички у нас в основном она используется для протирания супа Гиппократа. Но я вам говорила, даже когда впервые вас с ней знакомила, что ее можно использовать для разных протирающих целей. И особенно, если у вас в доме еще плюс маленький ребенок до года, которому нужно многое протирать, к примеру, или же, допустим, вы хотите, у вас черешня растет во дворе, и можно избавиться от косточек с помощью этого приспособления и сделать конфитюр на каком-то хорошем сахаре, типа кокосового, да, или даже, возможно, меда, я не знаю там. Но дело не в этом даже, я о чем хочу сказать. У меня для вас будет тоже скоро ролик о блюде на терапии Герсона, сделанном институтом Герсона. И когда я его посмотрела, я там увидела, что на каком-то этапе приготовления этого блюда использовали тоже такую мельничку. Возможно, это вам тоже подскажет, как ее использовать. Коробка еще пока не полная. Я ее пока не запечатываю, потому что я еще же даю один заказ, который захотел мой подписчик. Он захотел одежду, ну, немножечко там, да, из экологически чистого хлопка. Я ему подсказала, где она в более дешевом варианте. Он мне прислал, опять же, ссылки. И мне было легко сделать эту покупку, так скажем. Но пока я еще их не получила. Когда я получу, это все будет запаковано и отправлено. Сразу хочу сказать, если кто-то хочет повторить такое, что просто семена отправить из одной страны в другую сделали невозможным, по-моему, очень даже серьезно с некоторых лет назад. И для того, чтобы это дошло до человека, нужно класть в коробку нечто другое, что можно написать в таможенной декларации, как-то оправдать вес. Вот. Ну, вот такое, наверное, такое знакомство. И будем ждать, конечно же, ролика от этого человека. Потому что именно к этому я вас и призываю. Для того, чтобы пополнить раздел исполнения терапии Герсона в вашей стране. Давайте так его назовем. Потому что у меня люди, которые начали эту терапию, они из разных теперь уже стран. В основном это бывшие республики Советского Союза. Но вот для того, чтобы мы с вами находили положительные какие-то действия, и вы можете их заснять. Ну, на свою камеру, конечно, да? А что это могут быть за действия? Ну, может быть, это даже телефон. С телефона лучше отправить ссылку. И так, что значит пройти на один или более километров дальше, чем все другие? Это значит совершить какой-то, можно сказать, даже выдающийся поступок того, как вы стараетесь выйти из ситуации грязного мира вокруг вас. Я бы так сказала. Ну, вот примеры некоторые. Я вас не ограничиваю этими примерами нисколько. Ну, к примеру, вот вы сделали йогурт из какой-то закваски, и вы можете это показать. Показать, рассказать, откуда эта закваска, где вы постарались найти почище молоко, как вы это обезжирили и так далее. К примеру, если вы связались с каким-то умельцем, и он для вас изготовил пресс. Пресс для дожинки жмыха, для изготовления сока, если у вас шнековая соковыжималка, чтобы получить больше питательных веществ. Вы можете также показать, как работает этот пресс. Вы можете рассказать об этом умельце. Возможно, кто-то еще может воспользоваться этой информацией. Или же, ну, какой-то умельец изготовил вам маслодавку, и вы теперь не зависите от магазина, вы просто ищете экологически чистые льняные семена, и можете сами, пользуясь такой маслодавкой, может быть, даже упрощенного какого-то действия, выдавливать это масло. И тоже познакомясь с таким умельцем, может быть, это и умельцу понравится, потому что он может на этом построить небольшой свой бизнес, а вызов иметь вот такую же вещь. Не забываем, что на терапии Герсона есть промежуточные выздоровления, и вот как раз этот раздел, он может быть тем местом, где вы можете поместить свой ролик об этом. То есть рассказать, что у вас было, сколько лет вы этим страдали, и что терапия Герсона помогла вам от этого избавиться. И вас может кто-то снимать, если говорить о продолжительности ролика, ну, давайте так сделаем до получаса. Это то, что я делаю, потому что я более не могу сделать длинный ролик. Ну, иными словами, если вам удалось сделать что-то чисто, что-то невредящее, что-то, что нужно на терапии, или как-то относится к здоровому образу жизни, вы можете сделать об этом ролик и прислать мне на электронную почту. И если он будет до получаса, то есть 5 минут, 7 минут, 15, 20, это ваше дело, насколько у вас хватит информации. Значит, мы можем всем каналам, можно сказать, на это смотреть, потому что я это, конечно, сделаю это достоянием на канале, и это пойдет в раздел, вот этот новый раздел, и это будет каким-то положительным актом, и вы можете видеть, что не надо опускать руки, а вот как-то другие люди, которые в таких же ситуациях, как и вы, находят все-таки выход. То есть мы будем там собирать что-то плюсовое. Если кто-то не знает мой электронный адрес, и у вас готов ролик, готов, то вы можете прислать его на... вернее, попросить меня, я вам дам свой электронный адрес, я просто не хочу утонуть, тоже в этом, знаете, но с другой стороны, я немножко переживаю, а вдруг вы подумаете, да, я как бы кое-как сама выркаюсь, мыркаюсь, и ничего у меня нет. Но если у кого-то есть что-то за душой, и раньше, может быть, не было такой возможности, может быть, для вас она откроется. То есть этот раздел будет полниться работой от вас, а не от меня. Я в этот раздел ничего не буду, сама не могу поставить, в общем-то. А вот от вас, да. И, как видите, тематика тоже, она может быть разная. Может быть, вы выросли что-то у себя в горшочке, и у вас так это бурным цветом, и вы можете это показать. Тоже вариант, знаете, потому что это, поверьте, вдохновляющее, а не, наоборот, бьющее по рукам. Ну, вот об этом у меня к вам просьба. И, конечно же, я буду ждать, но первый ролик вполне возможно от того человека, который... Вот о котором я немножко вам сегодня рассказала. И, может быть, вы тоже пойдете его путем, но хотя бы начнете смотреть мой ролик. У меня есть об экологически чистых поселениях в России. Их там, ну, в прежние годы, во всяком случае, было 80. Я не знаю, на сегодняшний день осталось ли их 80, или их больше, или чуть меньше. Но, во всяком случае, вы должны понимать, людей нашей крови в любой стране хватает, поэтому надо с ними связываться, и у них есть семена. Буду ждать от вас роликов, и надеюсь на ваш отклик, надеюсь на то, что у вас есть что-то, чем вы можете гордиться, о чем снять небольшой ролик, и мы все на него посмотрим, и порадуемся и за вас, и, может быть, кто-то возьмет это также в пример. Всего доброго, до свидания. Делитесь своей улыбкой.